20 тысяч рублей получит абсолютный чемпион области по машинной дойке. Премию среди 26 мастеров разыгрывают на юге области в Верхнеуральском районе. Участвуют в конкурсе в основном женщины, но есть и три дояра. На скорость мастера собирают доильные аппараты, демонстрируют все этапы дойки и сдают теорию. Все подробности у Павла Зорина. Одна за другой коровы появляются на пороге и послушно проходят в секции для дойки. Это первая встреча участников конкурса с рогатыми напарницами. А наладить контакт нужно за пару минут. Дмитрий Газизов свою буренку ласково называет девушкой. И пока красотка уминает угощение, дояр успевает ее помыть и присоединить аппарат. На дойку, рассказывает Дмитрий, он ходил с 12 лет, помогал своей тете. А теперь в его стаде 47 голов. К каждой корове он обращается только на «вы» по имени и отчеству. Чтобы не бояться коровы. Коровы сильно страх чувствуют. Если боишься коровы, то она тебе совсем по-другому уже будет. Может ударить, может наглеть, молоко вовремя не отдавать. Корова очень умная, у нее есть просчет в голове. Она знает в какое время, когда и куда прийти, чтобы подоиться. В поселке Подольском Верхнеуральского района выбирают лучшего оператора машинного доения. Участвует 26 мастеров. Трое из них мужчины, остальные дамы. Первый этап зрелищного чемпионата практический. Нужно подготовить корову к доению. Вымыть ее с мыльным раствором, сделать массаж. Подключить аппарат за 60 секунд. И самое главное, вовремя его выключить, чтобы в имени осталось около 250 миллилитров молока. Иначе животное может получить травму. Затем участники собирают доильные аппараты на скорость. На это отводится 5 минут. Но многие справляются быстрее. Для опытного оператора машинного доения 4,30, думаю, вполне достаточно. Еще один обязательный этап – теория. Сдавать экзамен приходится членам жюри. Здесь проверяется теоретическая подготовленность каждого участника. Первоначально на этапе подготовки у нас было роздано более 120 вопросов. Практические, теоретические. И они касаются и физиологии, и морфологии, и технологии машинного доения. На каждом этапе за действиями участников следит специальная комиссия. Подмечает малейшие промахи и снимает за них баллы. А за эффективную работу, наоборот, ставят плюсы. В итоге по сумме набранных очков выбирают победителей по трем номинациям. Абсолютного чемпиона, лидеров среди опытных дояров и лучших молодых операторов от 15 до 30 лет. Премии на конкурсе солидные. Абсолютный чемпион получает 20 тысяч рублей. Тройка лидеров в других номинациях по 10, 15 и 7 тысяч рублей. Этим условием мы пытаемся завлечь молодое поколение в эту профессию. Поэтому и сами условия конкурса, сам подход к этому мероприятию говорит о том, что нам нужны молодые силы, нам нужна преемственность поколений, чтобы старшие товарищи передавали опыт молодым. Такие конкурсы помогают еще и увеличивать надои. В прошлом году фермеры и крупные хозяйства дали региону почти 175 тысяч тонн молока. За первые 6 месяцев произвели 97 тысяч тонн молока. Это на 8 тысяч больше, чем год назад. Павел Зорин, Екатерина Буша, Дмитрий Абрахин, ОТВ.